Добрый вечер, коллеги. Я не займу много времени. Я декан факультет компьютерной инженерии МИЭМ. И моей мотивацией сюда приехать и переговорить, и вообще послушать, что происходит, было в первую очередь последние события. У нас в кампусе МИЭМ вообще практически началась массовая неработа компьютерных классов, то есть Windows реально ушел, экраны частично темные, ну и все остальное не поддерживается. Есть проблема, называется приехали. Приезжал и когда и готовил какой-то доклад, я решил посмотреть кое-что. И залез 2007 год, и мне попался материал конференции, который так и назывался IT-образование в России. Там много говорилось об СПО. Выступал покойный Виктор Петрович Иванников, говорил на эту тему. Терехов выступал, тоже говорил на эту тему. Глава 1С бухгалтерии говорил на эту тему. Говорю я без детализации, потому что все, что я посмотрел в программе, я прочитал в 2007 году. Ну и загрустил, потому что проблемы остались все те же самые. Потом мне еще книжечка попалась на глаза Понасова. Может быть, молодежь ее не знает, но многие помнят. Она называла, она называет стратегия развития свободного ПВО в системе образования. Нашумевшая книжка, как и человек. Тоже я ее полистал, опять загрустил, но потом мне попала книжка сказки Салтыкова-Щедрина, и как-то мне стало полегче, полегче отпустило. Значит, вот я очень коротко хочу обозначить наши проблемы. Ну, это инженерный вуз МИЭМ, то есть у нас разработки, вот как сейчас коллеги мои рассказывали, это до сих пор и обучение ведется по направлениям аппаратных решений, программных решений, аппаратно-программных решений и отдельно сейчас там всякие настройки а-ля веб и прочее, которые над всем этим довольно прогрессивно используются. Тем не менее, то, что произошло, я обозначил вот такими четырьмя проблемами. Можно тут добавлять, можно детализировать. Вот суть для моей позиции, она никак не меняется, и я попробую ее до вас донести. Итак, первое, что сейчас за проблема, то есть мы лишились просто ключевые компоненты, это операционная система. Проприетарные, там неважно, но она была на всех столах и сейчас ее просто нет. Ее нет ни у кого, ни у тех, кто учит, ни у тех, кто обучается. Соответственно, легло прикладное ПО, я не буду пальцы загибать, тут все как бы специалисты и знают, что происходит. Практически уходят все, все разработчики, вендоры программ прикладного, программного обеспечения, во всяком случае, которые используются и в разработках, и в обучении. У меня с таким трудом был куплено, кроме этого несколько классов по ЦИСКО, полностью экипированные, они просто уехали в три дня. Все эти классы у меня стоят, я конечно обучаю, но поддержки на уровне операционки ЦИСКОвской, то есть то, что мы держали связь с Лондоном, у этого уже нет. То есть вот первый вызов, то что мы, в общем-то, непонятно, как мы будем учить и как вообще, что здесь делать. Ну, второй для меня проблема, это как декана, неготовность преподавательского состава. То есть я бы не сказал, я описал резко неготовность, но, скажем так, они немножко в растерянности, потому что даже основная часть преподавательского состава мемы, я считаю, это довольно высокий уровень, никаких претензий не к другому любому университету, но, тем не менее, это воспитанный такой клан пользователей персонального компьютера, который не знает, что это такое, в общем-то. Это вот инструмент. Поэтому, чтобы прийти на даже ядро любую линуксоидное и прочее, то есть надо немножко понимать хотя бы, что происходит на уровне файловой системы и архитектуры. Это пугает людей. Ну и вообще, как любой ВУЗ, качественные изменения, революции, от них и так Россия подустала, еще новая идет. Ну и, в общем-то, это вызывает противоестественную такую позицию, что давайте подождем. Ну, в первом варианте как решение понятно, что я не вижу другого, как просто переходить на СПО, потому что создать то, что было создано при таком количестве затрат, денег, трудоемкости и то, что ушло, у нас нет ни таких денег, ни таких возможностей. Я имею в виду российский рынок, российских производителей и прочее, прочее. Переход на СПО – это естественный, единственный путь, потому что уже много что наделано и самое главное, от нас пока они, ну, мы не отсоединены от основных ресурсов, где это можно брать и пользоваться на основе определенных технологий и разрешенных прав. Второй пункт для меня тоже достаточно очевиден, то есть решение простое. Преподавательский состав надо обучить, другого варианта нет. Обучить его тяжело. Для этого я вписал такой термин, как административный ресурс. Я не первый в Томске, это сделали, в один день перевели. В МВТУ имени Бауна в один день перевели. Другие, правда, операционные системы просто приказом. Ну и все сразу там, как везде бывает в УЗовской, как среди немножко какое-то броунское движение, у нас сразу и ушло. То есть решение есть. Третье – это тоже беда, потому что обучение, преподавание – это все-таки методическое обеспечение. Люди должны и профессуры, и децентуры этого придерживаться, они без этого не могут. Методического обеспечения для свободного ПУ просто нет, его очень мало. Оно есть, но его очень мало. Это не система и не индустрия. И четвертый пункт, я позволил себе все-таки его обозначить. Это полное отсутствие, полное, я считаю, внедной какой-то государственной политики по ситуации, которая сейчас произошла. Понятно, что здесь ждется какое-то решение, это государственная целевая поддержка в виде программы каких-то специальных или… В общем случае, пока мы ничего этого не видим. Реакции мы тоже никакой абсолютно не видим, но я в конце коснусь этой позиции. Факт есть, я его зафиксировал пока. Что в рамках МИЭМа? Теперь по сути того, что я хотел бы рассказать. Это тоже вызовы для нас, они, конечно, дублируют те первые, которые я определил вообще для системы образования. То есть у нас это тоже отсутствует, у нас это уже практически нет. Мы переходим, и решение такое принято, на альтовую как бы линейку. Хотя Astro Linux у нас тоже появился, но работаем мы с альтом. Во всяком случае, два факультета. Мой компьютерной инженерии и прикладная математика. Под это мы будем как бы сейчас развивать определенные технологии сборки. У меня лично есть опыт работы с Alt Linux, как с компанией, и он положительный. Ну и есть, на мой взгляд, не хочу как бы сейчас это выносить на какой-то стол обсуждения. Я считаю, что эта компания методически и технологически нам более продвинута для того, чтобы развиваться в высшей школе. Хотя бы за счет наличия СИЗИФСа в том как бы объеме, составе, в котором он есть. Второй пункт, то есть это решение, которое можно запустить. И как его запустить? Ну, неготовность. У меня по двум факультетам 180 преподавателей, которые ведут, значит, у нас обучение ребят. По двум. Я сейчас говорю только о двух, у нас больше. Ну, первое, что надо, конечно, опять административный ресурс, потому что на Руси по-другому не бывает. Ну, вот обучение мы решили сделать в две ступени. Сейчас первая ступень, это чтобы преподаватели просто Simple Linux взяли и перенесли на свои домашние компьютеры, ноуты и прочее. И до 1 сентября как-то с этим делом освоились. И первые эксперименты мы провели. И, в общем-то, это пошло. То есть не так это страшно. И пугает немножко, потому что Simple Linux там порядка 30 пакетов еще, они не все сразу запускаются, не сразу идут. Но при поддержке определенной, а мы обучили несколько людей, и у меня есть как бы такая уверенность, что Altinux нам поможет. Ну, я имею базальт. Какие-то первые вводные такие методические встречи сделать, чтобы мы в июне до ухода в отпуска, в отпуск большой, преподавателей посадили дома, чтобы они работали на уровне Simple Linux. Первый эксперимент показали, это проходит. А с 1 сентября на Alt-образование. У нас, да, есть соглашение, но Alt-образование, он уже в списке. К тебе могут приходить проверяющие, я могу на них ставить и собирать пакеты. Это отдельная проблема, но это решение. У нас соглашение, я имею в виду, умеем с базальтом, у нас есть официальные лицензии, и в этом плане мы, в общем-то, и начали уже две дисциплины, на двух факультетах мы поменяли, и операционные системы у меня на образовательной программе и на прикладной математике мы взяли за основу то, что ведется на ВМК, есть определенный опыт, мы взяли там материалы лабораторные, и, в общем-то, наш преподавательский состав запустил это дело. Это пошло, просто вот такой мапированный прямой переход. Третий вопрос, слабое методическое обеспечение. То есть здесь нужно, в общем-то, сказать, что это серьезная довольно проблема. И первое, что мы начали сейчас формировать этот пул, каким образом мы можем выйти на аналог проприетарного и ПО, построенного на основе свободного ПО. А дальше мы идем по пути, в общем-то, в случае, его запланировали, то есть это сборка прикладного ПО, как сборка пакетов, или из ZIF, если это позволяет им можно, или из GitHub, который пока не закрыт. Поэтому я здесь поставил знак вопроса, но будем рассчитывать. Сейчас вот первая очередь такой оценки того, что нам необходимо. Ну, я разбил просто вот на несколько очередей. Я не буду рассказывать конкретно, но вот в первую очередь, это без чего мы первые сентября не начнем, это надо просто. Вторая очередь, это без чего мы не начнем чуть-чуть подальше, на втором-третьем курсе, и не начнем магистратуру. Это вот те, то программные, как бы те пакеты, которые, то программное ПО, которое нам нужно. Начали собирать мы его на IT-образование, у нас не все пошло, не все получилось. Но, тем не менее, процесс пошел, я думаю, за три месяца мы как-то в основном поймем, что мы смогли и что мы не смогли, опыт у нас есть. И третья очередь, это немножко в стороне, но, тем не менее, это нам нужно, потому что мы обучаем своих студентов на реальных абсолютно аппаратных комплексах. Эти комплексы, как, скажем, я пока не отношу это к буквальному прошлому. ЦИСКО, Зайксель, но это оборудование Зеленограда реальное, это арморские архитектуры, это Эльбрус, МЦСТ, ИНЭУ. У нас там ребята обучаются и учатся, и как бы определенная модель старых базовых кафедр, она работает, наши ребята четыре дня магистры обучаются, то есть сидят и работают в МЦСТ, участвуют в реальном проекте, в реальных проектах, там же им читают курсы, те, которые наши преподаватели прочитать им не могут никак, они более как бы аппаратно приближены, те же операционки, но читают совсем по-другому. Это отдельная область, которую мы ведем исторически. Ну и АРМ, архитектуры, Меландер и прочее, то есть у нас есть целые лаборатории, которые в общем-то довольно неплохо упакованы этими отладочными комплексами, вычислителями, на которых ведутся отдельные обучения ребят, которые во многом туда же уходят, но во всяком случае очень четко представляют, что это такое. Это я более-менее для того, может быть даже скорее для себя вечером разбросал то, что я показал в пакетах второй очереди. То есть это в основном название, это правый столбец, он может быть не очень хорошо виден, не отведен. Это то, для каких задач мы используем и в каких дисциплинах, учебных задачах и в дисциплинах, вот свободное ПО, которому в левом столбце и нам надо это будет. Это все у нас работает. Но это все работает на разных, на юбунту, но не буду перечислять. Это очень удорожает и усложняет процесс сопровождения, потому что надо какой-то единой платформе придерживаться, потому что иметь столько специалистов, которые знают каждый немножко о своем, это довольно сложно, теряется мобильность. И стоимость владения, даже если это свободное ПО, она довольно здорово поднимается. Надо много людей подключать и держать их все время на коротком поводке, а это Москва. Москва сложный город, где вот твой короткий поводок тремя-четырьмя десятками тысяч рублей быстро перебивает, человек уходит, все, до свидос, приехали, читает Салтыкова, ущедрина. Как сделать вот эти прикладные, прикладное ПО? Вот сейчас коллеги мои говорили о самой инфраструктуре. Действительно, это довольно хороший проект, его вот года четыре уже мы как бы ведем. Я взял оттуда кусочек. Вот только в этом году 30-40 проектов в учебном было сделано, и количество участников, это ребят, студентов, там более 900, тысяч 100 уже, там побольше. Ребята не сказали, главное, что такое у нас проект. У нас проект, это реальный, это не курсовик, короче, у нас нет больше курсовиков в университете. Это реальный проект с выходом реального продукта, который специфицирован, то есть он полностью документирован, и он 100% отчуждаем от разработчика. Это довольно тяжело, сложно, первые годы шло очень плохо. И студент, у нас есть такая штука, либеральная, демократическая, красная кнопка называется. Любой студент, может даже безымянный, или преподаватель, или сотрудник, анонимус, написать все, что он думает вообще обо всем. О преподавателях, о процессах, о питании, о туалетах, там и что-то. И они пишут, много писали по этому поводу. Чем мы были мотивированы, какое целеполагание было, когда мы переходили 4-5 лет назад на проектное обучение. Ребята уходят, и они совершенно не знают, им надо год, чтобы попасть в хорошие фирмы, в которых мы ребят раскидываем, им надо год, чтобы адаптироваться, они ничего не понимают. Их надо научить работать в управлении проектом, в реальной среде, которую вот там у нас показывали, сейчас мы их немножко поменяли, но сами они собираются вот в эти проекты, мы просто объявляем пул этих проектов. Да, там есть компании, внешние проекты, свои проекты, куда я вот эти все предыдущие запихиваю в пул объявлений, что мы набираем сюда людей на разработку на базе Alt Linux ядра, вот эти левые пакеты, пересборка. Они собираются, они собираются и разбиваются по ролям, буквально архитектор, кодировщик, тестировщик, писатель там, коды там и прочее. И все это проходит через определенную процедуру собеседования, им назначается из числа профессоров, доцентов какой-то руководитель, если внешний проект, то он назначается как методист и сопровождающий профи относительно профессионального управления тому, как должен быть получен данный продукт. Повторяю, продукт. У нас уже времени, не задается вопрос и точно. Все. Ну, не могу не сказать про последний пункт, там, на первом влоксе. Решение отцов и внятной государственной политики. Целевая поддержка. Когда мы ее дождемся, как будет и в каком виде, я не знаю. Непонятно. Никто не знает. Но для меня, очевидно, простая вещь. Вот эта конференция, она уже столько лет проходит. Вокруг, значит, определенное количество компаний, которые свободным пол занимаются, крутятся и довольно неплохо раскручивается какое-то сообщество. У нас нет централизации системы образования. Допустим, СИЗИФС это нужная, хорошая вещь, она полезна для разработчиков. У нас нет ничего для образования. То есть вот сейчас даже эти вопросы задаются, а как вот это, а как это, а что это. Понимаете, для системы обучения, образования, решения учебных задач, это не всегда нужно. Нужно брать готовые вещи, которые можно под себя чуть-чуть смопировать, немножко подровнять, и чтобы это у меня работало. А что сейчас я рассказываю? То есть мы сейчас должны пройти путь неимоверный, и любой университет будет его проходить. Задача эта стоит, потому что у меня 37 дисциплин для бакалавриата читается, и 17 дисциплин для магистратуры. Это МИЭМ. Почти все дисциплины завязаны на использовании программного обеспечения. И, увы, очень много проприетарного. Увы, очень много. САППовские системы у нас американские. Они, кстати, и везде, где я называю фирмы с этими хорошими лейбаками. Там тоже все американское. Там X-Linux. Но это ДТП. Поэтому, каким образом пройти вот такой путь, который я как бы обозначил, как его все равно придется проходить. Но, первый, финансовый ресурс, он пока непонятен. Я знаю, что студенты набегут. Много набежит. И, может быть, треть из того, что мы там задумали, за полгода мы как-то в основном сделаем. Но любая централизация и систематизация, ведь были определенные такие эксперименты. И вот тогда, когда запустили пакет СПО для школы, была централизация и скорую помощь, которую организовали, определенный, как бы, как он там, Алексей Владимирович, набор этот был. Пакет свободного программного обеспечения для школ. Да. Вот это сейчас что-то такое должно быть. И пришло, наверное, время говорить о том, что какой-то федеральный уровень таких ресурсов должен быть. Иначе это не госполитика, а не госполитика, как людей-то учить. Но почему я пишу образование, наука и производство? Это нужно всем. Это нужно. Вот мы работаем там и с ИПРАН, и с большим количеством институтов, и около организаций, которые занимаются типа ЭНЕОМ, типа МЦСТ и прочее, прочее. Но им же это тоже надо. Еще как надо. Ничего нет. Поэтому вот создание какого-то центрального ресурса, где это было бы обозначено как предоставление каких-то услуг, даже информационных, что сделано, что есть в системе образования на основе свободного ПО. Кроме того списка, который есть в известном министерстве, где есть просто перечень. И я не знаю, Леша, Алексей Евгеньевич, к этому списку у всех доступ-то есть. И к нему даже не у всех доступ. Ну вот все мои предложения, и последние не могу вам не показать. Это фотографии наших гусеников того года. Я думаю, вот в этом году. Мы их выпустим. Они у нас учились на Microsoft. Вот такие же они радостные будут щепчики бросать. У нас со временем плохо. Спасибо за доклад.